В едином спортивном порыве дети и взрослые готовились к старту. Бодрость духа, улыбка на лицах – вот праздник спорта. У воскресеньких минеральных удобрений не один год действует программа «Мы одна команда», суть которой – собрать активно спортивных работников предприятий, членов семей. У нас есть активисты, которые не просто сами участвуют, но и подтягивают других людей, стараются их привлечь и своим опытом, и в общении. И, в принципе, вот эта вот наша сплоченная такая спортивная команда участвует в различных спортивных предприятиях, как велопробег, колонийские овраги, на лыжах ездим. В этот раз от химкомбината выступили пять работников предприятия – Андрей Цветков, Алексей Звягинцев, Дмитрий Ирина Саловы, Алексей Карпов. Соревнуются люди всех поколений у нас на предприятии. У нас разные соревнования по лыжам, по теннису, по бегам. Практически все, все обходуют. В прошлом году Дмитрий и Ирина Саловы стали сильнейшими в своих категориях. В этом собрались победить самих себя, улучшив собственные показатели. Наша спортивная жизнь такая, если ты тренируешься, ты обязательно должен где-то себя реализовать. И соревнования – это отличный для этого пример. Все, конечно, идет от тренированности, от того, как ты готовился, как ты тренировался. Нужно слушать свой организм и бежать по самочувствию быстро или медленно чуть-чуть сбавить. И раскладывать силы, уметь. Это все приходит с опыта. Легкоатлеты из Коломна, Рязани, Шатор, Москвы и, конечно же, нашего района решили испытать себя на четырех различных дистанциях. Первыми начали борьбу самые юные спортсмены. Фитнес-забеги по пересеченной местности на 2,5 километра равной не было Варваре Ивановой. Я сначала была третья, потом вторая, потом где-то на середине вырвалась первой. На финише уже меня догоняли. Я из последних сил, я уже задыхалась просто на последних минутах просто, но выдержала. Поняла, что я уже очень много сделала и то, что мне хочется сейчас разом все потерять. На дистанции 2,5 километра награждается Иванова Варвара с результатом 16 минут и 12 секунд. Аплодисменты нашим победителям. Именно этих ребят первыми участвовали на церемонии награждения. Химкомбинат подготовил фаворитам соревнований замечательные призы. В этом году мы сделали вот эти вот, купили надувные арки, вот это на старт-финиш такие красивые появились. Вот, то есть вот это вот наши, наверное, купили акустическую систему, у нас есть акустическая система. В целом очень много и воскресенские минеральные удобрения очень хорошо нам в этом помогают, содействуют. И мы за счет них, как бы, они нам помогают быстрее это все развивать, за что им огромное спасибо. Взрослые покоряли дистанции в 5, 10 и 21 километр. 5, 4, 3, 2, 1, поехали! Химики устанавливают рекорды не только в пуске удобрений, но и в беге. И снова среди первых работники химкомбината. Ирина и Дмитрий Салова, они оказались самыми быстрыми и выносливыми. Ирина мастер спорта по легкотлетике международного класса. Ей не было равных на дистанции 10 километров. Она преодолела ее за 40 минут 32 секунды. Дмитрий стал лучшим среди мужчин на дистанции 21 километр, показав время 1 час 18 минут. Причем оба спортсмена улучшили свои прошлогодние результаты на этой же трассе на 5,3 минуты соответственно. На легкоатлетическом небосклоне коломенских оврагов зажглись и новые звезды. Мария Баринова стала серебряным призером соревнований на дистанции 5 километров. Чем порадовала тренера, организатора забега Евгения Коломина. Самое главное не победа, а участие. Потому что в этих соревнованиях я участвую первый раз. И мне было очень интересно здесь побывать и особенно занять второе место. В сентябре стартует новый этап коломенских оврагов. Участники пересядут на велосипеды. Впервые состоится веломарафон на дистанции 50 километров. Евгений Светлый, Евгений Стародубов. Новости Искровы.